всем привет сегодня 18 сентября вот они все целуются 2023 года ежедневика еще кое-где есть она вся отходит а вот есть эти грозди они кое-где появляются прямо настоящие грозди как виноградные и вот на них можно ежедневично собирать такой прямо жирненько и вкусненько сейчас покажу еще такое удивительным ничего удивительного уже много показали как у них там цветут всякие собственно что всякие у меня тоже он цветут ну какие трехметровые он вообще на 4-х метровые розы наверно таких с голландии не возят вот роза отошла так это уже цветет все ежевика еще есть это с 1 августа заметил были первые ягодки а вот как-то я вот они недосмотрел как там у нее хвосты и цветут а я пересадил хвост и свои в тенек не очень большой знаток хвостов посадил на солнце все написали что надо в тень пересадил и вот одна прижилась другая вот в другом месте там где под яблонько там что-то не прижилась а тут смотрю что беленькая прямо как лилия вот такие цветочки видно образовываются какие хорошенькие прям вообще такая хвостинка но тоже что-то погрызло его на листья недавно не было сейчас появились слизни ли кто там в общем погрызли и еще цветет у меня плющ соседский плющ тоже пчелы собирают прямо пчелы пчелы это все это мокрая это ливеняка тут был на днях сегодня у нас нет воды кстати с нуля часов отключение воды хлорирует я не очень понял честно говоря говорили что у нас же будет без хлорированной метод очистки воды ну может воду очищать без хлора хлорирует емкости от эти которые отстаиваться там вода это все может быть их хлорирует да то есть это туда не относится ну из новостей расскажу что в общем сегодня был городе я озадачился тем что нужно мне все-таки получить электронную цифровую подпись я уже рассказывал что мне приватбанк отказал обслуживание бесплатно можно было получить цифровую электронную подпись и это кто сдает отчеты физических лиц предпринимателя или просто отчеты допустим не отчет по аренде земли у меня есть здание она находится на земле сельхоз назначения сельхозпозначения я эту землю не смог получить собственность потому что на земле сельхозпозначения был мораторий потом отменили но в славянске ввели военную администрацию еще до войны отчуждение было запрещено в общем плачу и аренду а ну и собственно кабинет налогоплательщика нужно заходить с электронной подписью очень много других и пенсионные фонды заходи в общем удобная штука электронная подпись мне приватбанк отказал в обслуживании подпись моя закончила действие ну и закончила и закончила вот тут война началась бесплатно ее может теоретически получить приватбанке в сервисном центре мвс сейчас он в кроматорске ближайший и налоговой налоговая не работала у нас полтора года не работала я звонил своему инспектору говорят нет мы не работаем сегодня я случайно был центре узнал что налоговая отрылась да кстати вот новость наверное от меня будет всем известно что у нас заработала налоговая ограничено там но уже можно зайти что-то там сделать наверно зарегистрировать что-то там вот пока буду собачек показывать что это можно сделать но по поводу подписи мне сказали что реестры пока отключены через пару недель может быть там как-то включится поэтому подпись но не реестры вот эти доступ генерации подписей что еще мне нужно я плачу каждый год за кусочек дома там за метр чем-то и за свое еще одно здание нежилое налог на недвижимость тоже прошлом до не заплатил как-то до этого не платил этом насчитали пеню хотя мне так и не вручили квитанцию не знаю тоже поэтому надо следить самому в кабинете потому что все думают люди то пройдет пройдет потом они приходят все это спинью все эти налоги тоже сказали что через парандир смогут выдавать эти ордера и за прошлый год и за этот не знаю спинью и без пени не выдадут так вот чича бежит толстячок мы все пообедали просто вот они все собачкам варится вот и вот это ж я дома пойду разознаю все так вот мне подсказал модератор в налоговой что ли попробуй во счет банк я там себе подпись оформила только там все это стоило 150 гривен я так залез в интернет я просто но заходишь почитать и где можно получать и подписи вообще может там много организаций на томе здесь платные подписи там они 300 400 гривен стоят ну как бы тоже платить она ногой действует всего жалко ну тоже там парень лишь 80 гривен у него стоило пошел я во счет банк выставил очередь сказали нет на сайте можно бесплатно все это оформить но чтобы стать же клиентом надо оформить карточку и вот как раз вот откуда берется платеж тоже может интересно будет кому-то расскажу есть карточка в обновенной выпуска но она обременена маленькой таким бонусом дополнительным таким услугам ну видимо не в пакете просто пытается наснуть эту услугу то есть они продают страховку какую-то страховку чего-то там не стал даже вникать эта страховка стоит 150 гривен ну наверно в разных регионах разные страховки разные продукты вот они эти страховки пытаются хоть как-то насовывать людям потому что ну кто их еще купит а другая карточка которая без этой страховки дает ее выпуск там месяц вот как бы но зато будет бесплатно получу карточку зайду на сайт и генерирую подпись зайду в кабинеты в личный буду видеть уже состояние всех моих налоговых-неналоговых пенсионных там не знаю каких угодно справ вот как бы это очень удобно потому что ни от кого не зависишь не надо не звонить инспекторам там спрашивать у меня с этим товарищем виделся он говорит мне тоже как не звоню инспектору страий мута все нормально все нормально а потом через Page 5 лет прошу пришло мне какая-то там тоже задолженности и пеняжу на there 5 яси Merc Hcp хотя через пять лет вроде бы ни нужно было платить ну вот такую поэтому лучше за этим следить ну в общем оформил картку, теперь буду ждать бесплатно, а то такие новости микро, кому они были интересны немножко доллар поднялся в коммерческих обменниках Пумба, стал за 100 долларов на 125 гривен дороже вот уже потянулся он вверх был на минимуме он был за все это время за все с начала войны время это был самый низкий курс 37.50, сейчас он 38.75 вот такой, не знаю, будет ли дальше расти не будет, но такое так что, так мы гуляем, солнышко сейчас днем как раз не сильно жаркое, можно немножко позагорать, потому что я в 5 часов когда выхожу уже оно как-то не очень, даже вообще оно не жаркое никакое погуляем сейчас, собачек покормим хлеб испечем и будем уже дома так что всем желаю хорошего дня, хорошего настроения вот такие микроновости сообщил, что там может быть просто их никто другой не расскажет хотя не думаю, что они кому-то и важны но на всякий случай всем пока Субтитры сделал DimaTorzok